Привет, друзья! Сегодня такая болталочка на тему, как все успеть. У меня уже как-то были такие видео, я помню. Все по дороге, все успеть, как-то так они назывались. Если я найду, то я вам их представлю. В конце видео ссылочки сможете посмотреть. Но смысл в таком, что я не хочу рассуждать или, не дай Бог, учить вас, как все успеть, потому что это абсолютно не мой вариант. Как все успеть, это не про меня, потому что я мало что успеваю, но просто хочу дать какие-то свои такие маленькие резюме на эту тему. Просто почему это созрела у меня сейчас тема, почему я об этом говорю, потому что девочка, меня как-то спросила, одна из подписчиц написала мне, ой, Инночка, вы там столько всего успеваете и то, и это, еще и там дети, у меня там детей нету, и у меня усталости, вообще ни на что сил нету, не хватает. Откуда мотивация, энергетика берется, энергии берете, как вообще вот это все происходит. Поэтому вот как бы это вся меня вопрос иногда, ну знаете, заставляет там за чем-то задуматься. Или наоборот сказать, господи, да какие тут проблемы, тут раз, два, три, четыре, пять, вот вам и все. Ну это не всегда раз, два, три, четыре, пять. Я могу вам сказать по себе, что я вообще сама по себе, я всегда была более-менее организованным человеком. Это то, что было всегда. Вот это да, я была всегда организованным. Но не в том плане, что я вот прям такой была супер-пупер эффективный организатор сама для себя. Нет, вот про поводу эффективности, это абсолютно отдельный вопрос, но очень важный в этом пункте, потому как все успеть. Вот, это эффективность. Эффективности было, можно сказать, наверное, из 100% 15%. Но то, что энергии были и всегда как-то я старалась себя организовать, то это 100%. Ну прежде всего мои организаторские способности берут свое начало в глубоком детстве, когда мама меня учила все держать в порядке, что везде должен быть порядок, чистота и понятность. Да, то есть если в шкафу, например, у меня было что-то как-то напихано, ну знаете, как бы в определенный момент в шкафу создается, вы вроде складываете, но оно как-то все так рандомально уже валяется, потом вроде все сложное, но открываешь шкаф и реально не можешь понять, что там у тебя, как и где. Вот, и в общем, когда у меня были такие варианты, я не убирала это. Мама просто приходила, вываливала все, что было в шкафу, вот так прям рукой, вытряхивала все, и типа, мол, давай все складывай заново, аккуратно, чтобы все было. Это было все без фанатизма абсолютно, моя мама не фанат какой-то там, чисто плюй. То есть у нас, да, мама хозяйственная, у нас все чисто и аккуратно всегда было в доме. Вот, но какие-то, видимо, вещи были для нее важны, и они передались. И я могу вам сказать, почему они важны в будущем, потому что оттуда все и начинается. Как бы с вот такого вот какого-то порядка в шкафу в твоем детстве. И поэтому я всегда была более-менее организована в плане чистоты, в плане порядка. Я всегда старалась, чтобы все как-то было на своих местах. Потом также это выражалось в моей учебе, у меня всегда там было, да, ну и как у девочки любой, все подписано, там сложено, завернуто, обернуто, папочки, там карандашики, ручечки, да, ну и так далее. Потом, когда я уже подросла, так же все это было у меня и на рабочем месте. Всегда любила, чтобы бумаги были все в порядке, все классифицировано, чтобы было разделено, так сказать, по файлам и так далее. То есть все было всегда в порядке, хотя это не у всех девочек есть. Девочки, я знаю, такие, ой, точно, такие девочки, у которых там просто черт ногу сломят на столе, там непонятно, что там, какие бумаги, они никогда сами ничего не могли уже найти. Беспорядки такие есть, которые беспорядки могли найти, где что у них, то есть такой, знаете, был беспорядок творческий, которым они могли себя найти. Вот, но это я как бы немножко отвлеклась от темы по поводу там порядки и как все успеть, потому что, ну для меня, во-первых, это было всегда все важно, и было важно как бы, чтобы все было в порядке. Это приводило к тому, что, например, если у меня какие-то появляются план на день, да, то есть мы просыпаемся, у нас всегда есть какой-то план на день, что нам нужно сделать, или что мы должны сделать, или что просто необходимо сделать, или что мы, например, желаем сделать сегодня. И из этого всего, да, создается какой-то список дел на целый день, которым мы руководствуемся в течение дня. И очень часто, очень часто у меня были очень, как сказать, перенаполненный, перенасыщенный план на день. То есть очень много хотелось сделать, очень много хотелось успеть, очень много нужно было сделать и необходимо. И это все пихалось вместе, и таким образом создавался список, ну практически, который можно назвать миссия невыполнима. И я пыталась это все выполнять. Естественно, к концу дня мало что, то есть я много что успевала сделать, но очень и много из этого списка просто даже руки туда не доходили, не то что там желание, время или там еще что-то. Просто как бы не получалось. В конце дня что получалось? Я в расстроенных чувствах, что я не успела сделать все, что я запланировала, и что, в общем, очень все плохо, и в каком-то таком дискомфорте, диссонансе, в резонансе, в общем, в полных расстроенных чувствах я шла, ложилась спать. И я стала становиться старше, ходить на разные там мастер-классы, и вообще как бы, да, получать какой-то опыт из жизни. Я начала понимать, что стоп, стоп, стоп. Во-первых, поумерь свои желания и поумерь свои списки. Потому что ожидать неожиданного, знаете, просто как бы невозможно. То есть, окей, да, ты написала список из 120 пунктов, это все хорошо, но эти 125 пунктов, 125, просто вообще невозможно физически выполнить. Это невозможно. Не то, что ты там хочешь от себя слишком много или требуешь много, а на самом деле надо требовать меньше. Это просто невыполнимо, это просто нереально, это просто неправильно. И списки начали создаваться более, знаете, как-то умеренно. То есть, как бы я начала предпринимать и понимать, что вот у меня в сутках есть столько-то времени, из них вот рабочих столько-то, из них вот там на телефонный звонки я могу потратить вот примерно столько-то. Вот это вот реально, например, вот сделать это. То есть, как бы, да, то есть не отменить свой обед, но сделать 10 звонков, которые я себе запланировала, да. Нет, у тебя должен быть обед, и значит тогда звонков ты можешь сделать в то время, которое у тебя остается, только там два звонка, например, да. И то есть все, и начинается распределение уже не на один день, а какое-то распределение более-менее на неделю. Есть, появляются какие-то таски в течение недели. Ты понимаешь, что окей, сегодня я не могу это сделать, посмотрим, когда я могу это сделать. И начинается уже план более такой на неделю. Не все в один день пихать, знаете, не все везде успеете сразу, потому что это просто невозможно. Жизнь показала, что это нереально. Это сделать нереально, даже если ты не будешь кушать, не будешь спать, это нереально сделать, да. Вот. И я стала умеривать, как бы это все распределять, это на неделю. А потом тасков появлялось все больше, я становилась старше, стали появляться помимо работы еще дети, какие-то домашние дела, да. Потом уже не было работы, были просто учеба, домашние дела там в Канаде, какие-то другие дела. Ютуб-канал появился, и какие-то другие проекты стали рождаться, другая занятость, и как бы ты растешь, желания твои растут, обязанности твои растут, всякие дела, они, это все только увеличивается, меньше оно не становится. И ты понимаешь, что как бы, окей, это очень хорошо, что научился распределять все не на один день, а на неделю, но теперь еще нужно подумать про эффективность всего вообще. То есть давайте теперь решим, что действительно для нас важно, да, то есть что реально мне нужно делать, а что реально вообще не нужно, да, то есть это мы говорили 80-20. То есть оказалось, что из тех вот это, если взять 100% всех моих дел, из них, оказывается, 80, это вообще какой-то бред, билиберда, ну не то чтобы неважное, то есть это прикольно, если как бы ты это делаешь, но если ты этого не делаешь, никто не умрет, ничего серьезного в жизни не произойдет и не изменится, это просто какие-то мелочи, мелочевки, которые, ну вообще, ну как сказать, вообще не влияют ни на что и никак, и, ну короче. Поэтому я стала очень много вещей просто скидывать, скидывать реально, то есть это не важно, это называется эффективность, то есть понятие того, что действительно эффективно, конкретно для тебя. Так, мне нужно сейчас, ребята, извините, перестроиться здесь, перестроиться, да, и свернуть здесь на плазочку желательно. Главное, чтобы велосипедист у меня здесь не выскочил нигде. Так, хорошо, сокращаем через плазочку. Да, вот, поэтому, конечно же, не потому что я прям семиделкин, десятиделкин, я не могу сказать, что я стала делать меньше дел, я действительно, я могу вам сказать, что я знаю многих моих друзей, подруг, которые половину не делают того, что делаю я, а не потому что я такая великая, потому что для меня важно, остается очень много вещей, которые, может быть, кто-то другой еще-таки отнесет к 80% ненужных, для меня они все равно остаются важными и нужными. Но дело не в этом. Я действительно очень много стараюсь сделать в сутках, потому что я верю в то, что наша жизнь, она одна, и прожить ее нужно максимально хорошо, не пожалев ни об одном моменте, а это требует определенных усилий, это требует определенных усилий. То есть для меня день, когда я просто, я даже не то, что день, если я знаю, что у меня есть сделать 5-е, 10-е, там, 25-е, я не могу просто так лежать на диване, я не могу сесть и сидеть в телефоне, я не могу сесть и смотреть, там, я не знаю, передачу какую-то на компьютере, я не могу. Это, конечно, и какая-то, да, внутренняя психологическая проблема, наверняка, но я могу сесть отдохнуть, но я себе дам, скажем, 5 минут. Я не могу, например, сесть и сказать, ой, как хорошо, ладно, сегодня я не буду. Пусть и пусть весь мир подождет, да, то есть нет, то есть я сяду, я посижу 5 минут, я встану, то есть я не могу. Вот, и есть какие-то вещи, которые появляются, вот, ну, прямо вот здесь и сейчас. Например, вот была история с рыбой, сосед принес рыбу, я вот вам сейчас вставлю здесь, отрывочек я сняла. Сосед принес шикарные 22 рыбехи, свежие с рыбалки, шикарные. Ну, что я сейчас их, что я их, в холодильник буду сложить? Это надо делать сейчас, свежая рыба, ее нужно сразу почистить, распределить, что ты с ней делаешь, что заморозить, что пожарить, что там, я не знаю, что. Это был вечер, воскресенье. Или там, короче, на следующий день мне нужно было готовиться, нет, это был что-то, какой-то был день, что мне нужно было готовиться на следующий день рано вставать. Все, я должна была вставать и вычищать эту рыбу, ребята, это 2 часа моего времени. Посмотрите эпизод. Привет, друзья, у нас вечер. Время уже, вообще-то не очень поздно, без 15.8, но так темно, кажется, что уже часов 10. Только что у меня был стук в дверь. Кто там? Мой сосед. Мой сосед большой рыбак. У него катер свой, я не знаю, как сказать, лодочка, катер. И он очень часто со своим еще одним другом, они ездят на рыбалку. И они действительно рыбачат, знаете ли, не просто там занимаются непонятно чем. И он говорит, я привожу очень много рыбы. Если ты любишь рыбу, если ты знаешь, как с ней работать, я тебе с удовольствием буду привозить, потому что нам реально, мы не знаем, что с ней делать, так столько ловим. Говорит, у меня уже жена, говорит, ее и солит. Мы ее и солим, и там коптим, и жарим, и варим, и что только не делаем. В общем, я решила согласиться на его предложение. Говорю, если будет у вас какая-то лишняя, когда привезете, конечно, с удовольствием. У меня дедушка рыбак был, и я, по крайней мере, умею разделывать рыбу. И, конечно же, с удовольствием, с удовольствием. Вот он мне приторабанил. Здесь целая куча, не знаю, здесь, наверное, килограмм 5-6. Это достаточно большой тазик такой. Я даже не знаю, честно, какая-то рыба, он мне там что-то там сказал. Она такая приличненькая, жирная, она желтая. Не потому что вот цвет падает, а потому что она жирная, желтая. Ну и оттенок, наверное, такой имеет. Запах у нее сильного нету. Эта рыба даже, вот еще видно, как он ее ловил на рыбку. Вот. У нее даже не речной запах, я не знаю. Очень классная рыба. В общем, будем сейчас ее разделывать, чистить. Часть я заморожу, а часть я почищу голову, половину я заморожу, половину сварю бульон, в смысле бульон уху. Ну, в общем, короче, часть пожарю. Половину, короче, почищенную я заморожу, а вторую половину пожарю. Ну, я вам покажу процесс. Не процесс, а как будет после процесса. Вот я перекинула сейчас в раковину. Надела перчатки. Вот Тара уже приготовилась, сюда будет почищено идти. Здесь буду чистить на пакете. В общем, он там мне рассказал другой способ, немножко как чистить, но окей, попытаемся старым добрым. Итак, рыба закончена, почищена. Было 22 головы. Сначала я даже оставила 2 головы, вычистила их на уху. Вот они. Но потом я поняла, что она такая грязнючая. Я пока ее вычищу, пройдет много времени. Сначала я чистила так, опускала в кипяток ее. И чистила. Ну, мне не совсем понравилась эта система, поэтому в конце я просто снимала с кожурой. Потому что я поняла, что у меня 22 эти рыбинки. Пока я каждую буду так чистить, будет завтрашнее утро. 2 часа было положено на чистку этой рыбы. Сейчас часть я заморожу. Часть просто обжарю с солью, с перцем. Вот и все. Так что сосед дал рыбу. Но я не уверена, что я больше хочу еще раз такую рыбу получать. Вспомнилась моя бабушка. У меня дедушка рыбак был, как я уже говорила. Вспомнилась история, когда бабушка говорила, как она не любит, когда дедушка приносит рыбу. Ненавидела ее чистить, только любила окуня. То есть не окуня, а сама, когда он самов ловил. И вторая какая-то рыба большая. Карп. Их только она любила чистить. Ну, опять-таки, если бы было таких рыбешек 5, я бы их почистила, ну, вот как нормально обычно. А так они мелкие 22 штуки, поэтому просто тушечки такие остались. Просто тушки вычистила. Так что, все. Потом. У детей сейчас день рождения. Ну, ладно, у дедушки в конце ноября. Это уже будет аж после моего возвращения из отпуска. Ну, до этого у меня день рождения у моей габуленьки. 28 октября. Мне нужно уже организовывать что-то. То есть, окей, это нужно проверять какие-то места, если я хотела. Места я проверила, поняла, что... Окей, по местам пролетаем. Пока что день рождения маленькое, маленькое количество детей. Все мы обойдемся и сделаем ей дома прекрасное день рождения для 8 деток. Вот, тоже нужно распланировать, какая вечеринка, какая тематика. Ну, тематику... Окей, она задала мне тематику сама. С этим проблем не было. Она задала мне тематику. Сказала, что хочет Пау Патрон. Окей, что я делаю сейчас? Что мне нужно для этого? Все. Значит, слава Богу, я учусь в таком месте, где очень много магазинов. То есть, у нас там вокруг очень много не просто магазинов, а много разных аутлетов, много разных... Как сказать? Просто вообще магазинчиков, пласт. То есть, там есть где, как сказать, душе разгуляться. Абсолютно. Главное, чтобы был кошелек, и в этом кошельке были какие-то деньги. Вот. Я говорю, окей, у меня нет времени на выходных разъезжать, что-то искать там и так далее. Но вот, пожалуйста, у меня напротив партии сети есть такой магазин. Там, где все для вечеринок. Ребята, это просто улет. Вы знаете, я знала про этот магазин. Я, правда, в него не ходила. Но вот на учебе просто так посчастливилась попасть. Вот прямо он напротив моего класса. Я на него сижу и смотрю всегда. Думаю, а ну-ка я туда зайду. Боже мой. Я зашла. Он внешне выглядит таким маленьким. Ну, я думала, что-то типа Долорамы там. Какой я зашла. Он огромнейший. Там все, что ваша душа может только предположить, что существует для вечеринок. Во-первых, там распределено уже по тематическим вечеринкам все. То есть вы хотите таких героев, всяких героев. Начиная все там от тарелочек и стаканчиков, заканчивая там подарками в этой тематике. И там играми, развлекаловками. Все по тематикам идет. Плюс сейчас Хэллоуин. Там целый отдел для Хэллоуин костюмы, которые вы даже себе представить не можете. То есть там столько всего. Там же все не только для партий. То есть там у вас идет и саплай такой, что вот как это все подавать, как это все будет выглядеть. Все, что как стол украсить. Ну, просто шикарно. Вот просто зарисовочки какие-то. Я вам тут пытаюсь показать что-то, чтобы вы имели представление. Сумасшествие. Конечно, я пришла туда. Слава богу, нашла по тематикам. Тематические всякие вещи мне для Пау-Патроль. Вот, конечно же. Тоже какое-то... Это я пошла на своей перемене. Когда у меня была перемена в школе. Вот. Вечером пока сидела, подписывала эти пригласительные, чтобы передать там школу. То есть как бы все происходит по дороге. Это все по дороге, потому что есть такие важные дела. У меня сейчас еще и в связи с учебой в неделю примерно по три теста в среднем. То есть один теоретический, как правило, и два практических. Ребята, это очень много энергии забирает сил. То есть когда ты молодняк, у нас есть разные ребята, которые учатся в группе, абсолютно разный возраст. То есть есть ребята, которые 50 плюс, есть ребята, которые реально там 18. Вот. И вот ты смотришь на этот молодняк, ты понимаешь, что они живут, конечно, абсолютно в другом мире от тебя. То есть абсолютно. Ну у них вообще, у них вечеринки, там встречи с друзьями, дискотеки какие-то, да. То есть у них вот это все клубы ночные. И ты понимаешь, что ты уже живешь просто вообще в параллельном измерении, вот в соотношении к ним. То есть у тебя там готовка, дети, сопли, уборки, да. У тебя другой мир вообще. Вот. Поэтому, конечно, оно все классно. Всему свое время. Есть время молодости, когда у тебя сильно энергии хватает только на то, чтобы встречаться с друзьями, развлекаться и просто наслаждаться этой жизнью. Потому что это тоже требует очень больших энергетических затрат. А есть время, когда у тебя появляются дети, растут твои обязательства и обязанности. И ты понимаешь, что в сутках действительно эти 24 часа – это огромное количество времени. И час времени – это не просто час времени, это колоссальное количество 60 минут, за которые можно сделать 60 дел, знаете ли, если вы будете делать дело за минуту, да? Если так это раскинуть. Поэтому эффективность может быть очень высока, если вы четко знаете, что вам нужно сделать и сколько реально времени это может взять. И это появляется с возрастом, со временем, с каким-то опытом определенным, который вы получаете в жизни. Вот. То есть, поэтому, ребята… Так, мне надо обогнать массивку маленькую. Поэтому, ребята, это да, но выглядит, что много я действительно делаю очень много. Это без красного словца, так сказать. Это правда, я делаю очень много. Для меня это важно лично. Но и для меня важно просто, знаете, не прожить жизнь и сказать, ой, я там была, я не знаю, очень медлительная, например, да? То есть, нет. Пока я могу делать, пока есть эта энергия, пока есть силы. И пока есть, что делать с удовольствием. Вот. Поэтому это не выглядит не потому, что я такая великая, у меня много энергии или мотивации. Да, энергия есть, разумеется, и мотивация есть, это моя жизнь. Это главная мотивация, просто жить и жить хорошо. Поэтому хочется многое успеть. И я верю в то, что дети видят, как мама учится, как мама что-то делает. Они учатся из этого. Они учатся, что не нужно жить свою жизнь ленно. В то же время очень важно не делать многое за детей, да? То есть, тут перекликается это уже с другой темой. То есть, очень важно дать каждому его спейс. То есть, деткам их вещи, они мне стали очень много помогать. Вы знаете, и Дошка, очень. Габи вообще просить не надо. Если она видит, я что-то делаю, она всегда старается мне там помогать. Например, если я вытираю пыль, допустим, она тоже хочет вытирать пыль. Поэтому они у меня уже моют лестницы. Я им даю, мы этим нравятся. Я им даю ведерко, тряпочки. Они моют лестницы. И Дошка пылесосит, выносит мусор. Помогает мне, что я что-то готовлю. Хочешь мне помочь что-то делать, что-то резать или чистить? Да, надо тоже их приучать к труду, потому что, чтобы не получилось так, что мама Семиделкина, которая делает миллион вещей, или, как я говорю, 60 дел в минуту, а дети сидят в этот момент, смотрят телевизор или играют в компьютерную игру. Нет, нет, так это не должно быть. От этого они мало чему научатся. Они только научатся тому, что вот есть мама, которая делает 60 дел в минуту. При этом, если они будут тоже к этому иметь участие, в этом какое-то иметь, для них это будет намного, естественно, полезнее. И с этого они будут учиться, что да, можно успеть многое, если ты будешь это делать, а не лежать на диване. Поэтому вот в этом плане, конечно, я очень стараюсь приучать своих детей вот к такому труду. Насколько это получается, с Идоженькой получается, Габи просто учится, и она такая девочка, ей вообще ничего не нужно говорить, она все сама-сама. Ну, просто как девочка, да, она просто видит, и ей хочется это делать, поэтому мне повезло. Я сегодня, кстати, очень хорошо рано приехала, и надеюсь, возле колледжа прямо будет у меня стоянка. Вот. Ребята, короче, вот это вот про то, что пересмотрите свои дела в жизни, может быть, вы делаете что-то ненужное, что-то лишнее, или что-то малозначительное, но оно забирает много вашего времени. Вы тратите свою энергию не туда. Лучше потратьте, да, максимальное время, но на то, что вам нравится, на то, что приносит удовольствие вам, на то, что будет хорошо в будущем для кого-то, для вашей семьи или для вас. Поэтому это все со временем придет. И я, кстати, могу понять вполне, что у молодежи, у которых даже еще нету семьи, там, например, или детей, нет и много энергии, потому что они затрачивают очень много энергии, но просто на другие вещи. И есть это время. Сейчас время затрачивать энергию на какие-то вещи, которые малозначительные. Потом придет время, вы поймете, что в сутках есть целых 24 часа, а не только 24 часа, и что очень многое можно успеть, если делать это эффективно и быстро. И еще такая, знаете, меня с детства мама всегда говорила, делай, делай, гуляй смело. Наверное, это и есть моя подкорка того, что я не могу сидеть и расслабиться, и пусть весь мир подождет, когда у меня есть дела. Скорее всего, это тоже связано с этим. Но оно как-то помогает мне в жизни двигаться. И вот это вот делай, сделай, делай, гуляй смело. Это по мне. Это про меня. Вот могу так вам сказать. Да, однозначно. Поэтому это была такая вот рассуждалочка на сегодня. Все. Я желаю вам хорошего настроения. Участвуйте в вопросе по поводу встречи в Израиле. Я вас призываю. Есть этот опросник у меня и на страничке в Фейсбуке. Так что лайкайте, становитесь мемберами и голосуйте. Если вы не мембер или у вас нету аккаунта в Фейсбуке, пожалуйста, вы можете голосовать прямо в этом видео. В верхнем правом углу у вас есть буква «Ай». Нажмите на нее. У вас будут варианты ответов. Выберите то, что подходит вам больше. всего. И подписывайтесь на мой канал. Спрашивайте вопросы. С удовольствием буду отвечать. Вам желаю хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok